Равен, кто сказал? Молодец, Александр Торбов. Нас интересует служение Кришне. А, не сам Кришна. Почему? Потому что служение Кришне автоматически содержит в себе Кришну. Тогда как, если мы просто принимаем Кришну, нас интересует Кришна, но без служения Ему, то, скорее всего, мы просто будем пытаться наслаждаться Кришной. И мы будем рассматривать Кришну как средство для собственного наслаждения. Итак, нас интересует процесс, исследование процесса и стабильность в этом процессе. Поэтому наставник должен быть удовлетворен только тогда, когда он уверен, он видит, что его подопечные или члены его группы, это может быть ваша намаха, не важно, что члены вашей группы правильно исследуют процессу, что они погружены в Шаваном Кирпеном, в духовные процессы погружены. И какие-то духовные процессы? Прежде всего, мы акцентируем Кришна во Севу. Если мы акцентируем служение Кришна во Севу сами и акцентируем это для своих подопечных, то это очень хорошая прививка для них, не быть втянутым в какие-то ссоры, дрязги, интриги, которые неизбежны на уровне Кришки Адекари. Какие-то разногласия, мы просто акцентируем, это Вайшнав, все, значит, это мой объект служения. Какие-то недостатки, не мое дело слушать об этом. Пусть слушают те, кому нам нужно слушать, пусть администраторы слушают о недостатках. Я не хочу слушать администратору по Вайшнаву, мне это не нужно. То есть, Вайшнава в Севу, потому что учат оскорбляющие, либо слушающие оскорбления разделяют одно и то же участие. Они будут падать, естественно. Далее, помимо Вайшнава в Севу, Санга, какая у нас Санга? Санга очень-очень важна. От Санги зависит абсолютно все. Мы знаем, что Рупа Гасавами определяет стадию бакхи. Адафшрадга, адафшрадха, 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 баджина, крия и так далее. Она не вредка вся, адафшрадха, адафшрадха, чистота. То есть, он определяет начиная с адафшрадха, с веры, с шрадха. Правильно? Потом саду самга, общение с преднами. Потом Баджина Крия, исследование процессу. Благодаря тому, что мы общаемся с преды, мы начинаем следовать процессу совершенствования. Потом Анатланевритие, ощущение сердца и так далее, твердая вера. Но что интересно, Решил Найча Кровать и так вот, в своих комментариях он приводит стадии, которые предшествуют Шрадги. Представляете, очень интересно. И что он приводит? Он говорит, что стадии Шрадги предшествует еще два. Две ступени. Первая, самая первая, звучит как Ядрит Чхая. Ядрит Чхая. Это означает беспричинная милость. Беспричинная милость преданного. Вторая ступенька. Это служение преданным. То есть, все начинается с беспричинной милости преданных. И поскольку речь идет о совершенно сыром материале, совершенно сырых людях, которые только-только столкнулись с преданными, то эта беспричинная милость является инициативой преданного. Таким образом, мы видим, что очень важно, чтобы люди общались с преданными. От самги все зависит. И после этого, после Ядрит Чхая, после беспричинной милости идет служение преданным. Это служение преданным еще до уровня проявления шрадги. Это когда еще веры нет. Это означает, что преданный как-то вовлекает людей в служение. Неосознанное служение. Еще нет шрадги. Человек не осознает. То есть, это служение на уровне агята, сукрити. И благодаря этому он потом просыпается. И в нем проявляется шрадга, вера. И потом дальше то, что мы уже обсуждали. То есть, общение является абсолютно важным, ключевым фактором в духовной жизни. Поэтому мы должны быть очень внимательны в отношении того, с кем общаются члены нашей группы, нашей намагаты. Или нашей группы какой-то наставнической. Санга абсолютно важна. Социальная стабильность. Каково социальное положение людей, которые приходят к нам? Мы не должны быть безразличны. Мы не должны слишком жестко толкать людей. Так, завтра ты должен жениться. На ком, ну вот это. Нет, не так. Но мы должны задавать вопрос. Если человек ходит к вам в группу, вы должны у него спросить. Через некоторое время, когда возникнут какие-то доверительные отношения, вы должны спросить прабу. Или, если это женщина, то, соответственно, наставница. Ее спрашивают. Что ты думаешь по поводу своего социального положения? Ты планируешь выбрать какой-то ашрам, дорогой прабу? Ты собираешься идти в вашем брахмачарь, или ты собираешься жениться? Очень важно. Социальная стабильность. Потому что между ашрамами не будет никакой стабильности. Если человек не то, не все, он не может быть стабилен. И он будет падать, несомненно. Вы на этом убеждались много раз. И дальше мы будем обсуждать, что мы даем подопечным. Мы уже говорили о том, что мы пытаемся сделать их стабильными в процессе. И для этого мы должны быть сами стабильны в процессе. Мы должны быть стабильны в процессе с Шарваном Киртоном. Мы должны укреплять свои взаимоотношения, другими словами, со святым именем и с Шастрой. Это очень важно для каждого лидера. И, конечно, когда мы говорим об этом, мы сразу говорим о Садгане. Конечно, это понятие Садганы может подойти любой процесс, который приводит к достижению Садги, а именно премы. Но в рамках данного обсуждения мы ограничимся понятием Садганы в контексте Киртона, Джапы и изучения Священных Писаний. В своей ежедневной жизни и служения Божеству. Какова наша Садгана? Иногда мы считаем, у нас может появиться такое ощущение, что мы уже старшие преданные. Просто на основе того, что мы в этом движении какое-то количество лет. И в наше время, я смотрю, люди уже, которые в движении 10 лет, они считают уже себя стариками просто. Не то, что старшими, уже старыми. Старшинство, на самом деле, формально, может быть, определено количеством лет в движении сознания Кришны. Но в сущности, оно определяется, прежде всего, тем, насколько мы старательно и тщательно исследуем процессы. Так, Бахтинад Агвар говорит, что процессы нартоневрития человек может пройти за несколько дней, в конце концов. Это если вы очень искренне. То есть, важно, к какому процессу человек... Опять-таки, возвращаемся к тому же обсуждению, что было. Важно, к какому процессу человек следует. Если я в этом движении 10 или 15 лет, но я до сих пор не научился вставать рано утром, то по высказыванию человек правопада, значит, я не слишком серьезен в духовной жизни. Правопад говорил, если вы не встаете на мангала орать, значит, вы не слишком серьезны в духовной жизни. Есть много других высказываний, где он говорит, что если вы следуете этому процессу, если вы встаете рано утром, если вы посещаете мангала орать, вы поете, вы повторяете джапу утром, то вы будете прогрессировать очень хорошо, и ваше будущее хорошо. И все остальные аспекты вашей жизни будут успешными также. То есть, очень важно, какая садгана вы преданного. Очень важно, какого наставника садгана. Мы не сможем быть никаким наставником. Просто материальная опытность, материальный опыт не поможет вам быть наставником. Вы будете думать, что вы наставник, потому что вы посоветовали человеку что-то на материальном уровне. Но в конечном итоге мы людям должны прививать духовный вкус. Наставник это тот, кто прежде всего должен в какой-то форме, на каком-то уровне надавать подопечному Кришну. В конечном итоге, в чем наставничество заключается? Мы не хотим стать материальными коучами, знаете. Просто сбалансировать жизнь человека на уровне добродетели. Вот это надо делать так, вот это надо есть то, надо одеваться так, с родственниками надо общаться так. Это все хорошо, может быть, это нужно, это нужно, скорее всего. Но без того, что мы сможем поделиться с людьми своим вкусом к святому имени, без того, чтобы передать им хотя бы какую-то каплю, долю капли, тысячную долю капли расы. Какой смысл в этом наставничестве? Если мы не имеем вкуса к Киртану, если мы загнаны жизнью просто, у нас нет времени почитать книги, если мы не поем, если мы поем раз в неделю, полчаса, воскресенье, и то в лучшем случае, то как мы можем быть духовными лидерами хоть какого-то, какого-то уровня? Поэтому мы всячески настаиваем и мы всячески просим предных, пожалуйста, начните фиксировать свою садгану, начните график садганы. Пожалуйста, сделайте это в интернете, для того, чтобы у вас был дополнительный стимул, следует садгану. Вдохновитесь тем, как другие следуют, посмотрите. Есть сайт, вайшнава.севен.нет, знаете такой сайт? Слышали? Кто не слышал, найдите. И можете там зарегистрироваться и отмечаться. Все вместе. Это здорово. Все вместе, без всякой гордыни. Мы не гордимся. Не для гордости. У меня такая садгана хорошая. И не для того, чтобы вызвать чувство стыда у других. Нет. Но то, что учитывается, неизбежно возрастает. Это закон. Что касается Кертона. Обычно, то есть, когда мы принимаем инициацию, мы даем обед. Повторяйте, сколько кругов? Шестнадцать. Шестнадцать. Минимум. Очень хорошо. Хорошее дополнение. Но мы не даем обеда петь Кертон. Правда? Кто-то из вас давал обед петь Кертон ежедневно? Никто. Правильно? Никто из нас не дает. Но без Кертона мы будем высыхать. И одной джабы не будет достаточно. Нам нужно очень эмоционально, очень глубокое участие в процессе воспевания Святого Имени. Кертон обязательно должен быть. Обязательно. Ежедневно. И также чтение. Чтение книг. Силы права падения. Обязательно. Ежедневно. Если вы делаете это сами, то ваши подопечные тоже начнут это делать. Мы можем много говорить на эту тему. Это очень, очень серьезная тема сама по себе. Однако время неумолимо. Какие будут вопросы? У нас есть микрофон для вопросов. У нас есть микрофон для вопросов. Спасибо большое за лекцию. Это очень индивидуальная тема. Вот у меня вопрос такой вот. Я слышал тоже вот эту фразу, что пропады говорили, что лучше одна Луна, чем много звезд. Но в то же время Прабхупада, даже вот сейчас получается по милости смотреть по ступам Прабхупада, он давал инициации вообще. Просто первый день человек пришел, он что-то делает в храме, Прабхупада его видел, инициация, следующий и так далее. Сейчас уже другая ситуация, конечно, но все же... Не только сейчас. Ты в Прабхупаде эту ситуацию изменили. Да. Прабхупаду делал в первые дни. Да, да. Но потом он сказал, я больше не хочу, чтобы вы приводили ко мне людей неквалифицированные, и говорили, Прабхупада иницируйте. Он говорил такое тоже. Да, вот как нам все-таки баланс, может, как-то еще немножко пару слов нарегулировать, что в то же время, да, более становиться так вот взрослых и пленных так подтягивать, или как-то стараться их даже на пранаму, например, да, вот выдвигать, чтобы он уже скорее пранаму получил, или наоборот подождал там, ну, в этом плане, не надо выдвигать людей, чтобы они побыстрее получили пранаму. Это должно быть их желание. Зачем их выдвигать побыстрее, чтобы они получили? Они должны захватить эту милость, иначе они ее не оценят. Вы понимаете? За милость нужно бороться. Это не должно быть, что я вот, а, человек Николич, ему не интересно. Ну, давай, давай побыстрее. Все уже получили пранаму. А Прабхупада говорит, нет, вы не должны принимать гуру из моды, потому что все получили. Он говорит такое тоже. Это должно быть страстное желание человека. Не нужно просто побольше. А как это вы думаете, чтобы у него это страстное желание было? Вдохновите своей духовной жизнью. Когда он захочет жить такой же вдохновенной жизнью, летать на крыльях, как вы, чтобы он вас спросить, как ты научился летать, и ты скажешь, по милости гуру. Спасибо большое. Простешно.